До сдачи ЕГЭ осталось совсем немного времени. 11-ти классники продолжают усердно готовиться к экзаменам. Волнение, конечно, присутствует и помочь с ним справиться, а также подсказать выпускникам, на что конкретно. Обратить внимание помогает всероссийская акция «100 баллов для победы». Эта акция стала доброй традицией для Щелковской гимназии номер 6. Проходит здесь ежегодно, и это не случайно. Учреждению удалось подготовить 35 ребят, которые сдали ЕГЭ на все 100. На этот раз на мастер-классы педагогов приехали более 50 школьников городского округа. Также ребята смогли пообщаться с теми, кому удалось успешно сдать ЕГЭ. Это хороший способ перенять опыт уже у состоявшихся выпускников, которые получили эти заветные 100 баллов на ЕГЭ. Ребята поделятся своим опытом. Прежде всего, эта акция призвана снять эмоциональное напряжение у будущих выпускников, показать ребятам, что действительно можно хорошо подготовиться и получить высокий балл. Не сомневаться в себе, в своих знаниях. Такой совет 11-классникам дали выпускники-стобальники. Когда вы сидите на экзамене, понимая, что за вашими плечами 11 лет обучения, на самом деле это очень ответственный и такой даже трогательный момент. В день акции в гимназии состоялись мастер-классы по математике, обществознанию и русскому языку. Педагоги-эксперты разобрали вместе со школьниками ряд наиболее сложных заданий ЕГЭ. Наставники указали на ключевые моменты, не обратив внимания на которые, школьник может потерять баллы. Так на мастер-классе по русскому языку подробно разобрали одно из самых важных заданий – сочинение. Логические ошибки, которые тоже присутствуют в сочинении, по ним снижаются по логическим ошибкам, количество баллов снижается по критерию К5. И что здесь нужно помнить? Что вот такие повисшие слова, как указательное местоимение, например, «этот», «тот», «таков», а также если абзац начинается со слов «так же» очень любят, да, я вот всегда ругаюсь в своем 11 классе, да, когда начинается абзац, переходит ко второму примеру, да, пишут «так же автор говорит о том». Все, это ошибка. Это было полезно. Я считаю, что очень важно помочь ученикам, как минимум психологически справиться с этим экзаменом, помимо каких-то учебных материалов. Всегда полезно подсказать, где нужно уделить внимание, чему нужно уделить внимание, где, может быть, мы можем сами подготовиться, где нам потребуется помощь. Подготовка к ЕГЭ во всех образовательных учреждениях проходит системно. Подобные акции помогают школьникам поверить в свои силы и сдать экзамены с успехом. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.